Всем привет! Я Света. Сегодня я была в ботаническом саду. Зашла в отдел продаж и кое-что там себе присмотрела. Поэтому сейчас предлагаю посмотреть мои новиночки. Присоединяйтесь! Хочу представить вашему вниманию первого новичка. Это Платтицириум хилли. Нравится мне это растение уже давно. Но недавно я заказала, по-моему, Платтицириум бифуркатум. Название. В закупке, в совместных покупках. Но тут не удержалась. Просто я так давно его смотрела и посмотрите, какой он симпатичненький. Вот такой у него стерильный лист. Немного вот пока несла, его повредила. Но ничего страшного, если они... Ну, они вроде как разные должны быть. Но если мне два не нужно будет... Я всегда смогу продать один. То есть ничего страшного в этом нет. Просто не удержалась. Потому что думаю, а если... Ну, закупка не придет мне с закупки. Ну, бывает такое, что они приходят. И я потом этот упущу. То есть как бы... Решила все-таки взять. Цена его была 500 рублей. Возвала такой самый... Самый симпатичный из всех. Вот такой. Пока я думаю его оставить в этой же земле, в которой он растет. Вот. Вообще, в принципе, я хотела вот тот, который я заказала на СП. Я хотела посадить его в половинку от кокоса. Вот. В смесь торфа и мха. Вот. И куда-нибудь подвесить. Возможно, я все-таки именно этот так сделаю. А то посмотрим, что там придет мне. В каком оно вообще состоянии будет. Может быть, там еще и состояние будет не стояние. Вот. А этот симпатичный. Хорошенький. Вот такой. В общем, очень довольна покупочкой. Теперь у меня есть в платье целью. Я как-то покупала семена. Опять самолеты разлетались. Периодически у нас такое бывает. Как-то покупала семена. Точнее, не семена, а споры. Но у меня не получилось ничего из этого дела. Они у меня не проросли. Ну что ж, давайте пойдем дальше. Посмотрим следующую новичку. Следующий мой новичок. Это Сансеверия Бантлс Сенсация. Или Сенсейшн. Ну, цену вы видите. Очень даже недорого. Тут у меня даже сомнений не было. Я ее увидела и сразу схватила. Хорошенькая деточка. Тоже, вот, думаю, пересаживать или не пересаживать. В общем, еще размышляю. Вообще, первый порыв был, конечно, ее пересадить. Вот. Но сейчас, я думаю, у меня уже была с ботанического сада Сансеверия. Я покупала кирки. Вот. Ее я решила не пересаживать при покупке. И она прекрасно росла в той земле. Вот. Хорошо росла. Поэтому, я вот думаю, в принципе, можно и тоже не пересаживать. Вот такая красоточка. Сансеверия Сенсейшн. Поехали дальше. А дальше очень необычное растение. Дарстения Фаэтида. Цену также вы видите. Очень интересно. Я люблю все необычное. Это суккулент. У него будет вот такой вот каудекс. И вот такие необычные цветочки. Я как-то даже хотела купить семена этого растения, пробовать прорастить. Вот. Тут тоже увидела и сразу вцепила. Без тени сомнений. Ну, симпатичный же, да? Точнее, необычный. Симпатичный-то, конечно, на вкус и цвет. Единственное, что вот меня смущает вот на листиках. Вот как то ли ожог это, то ли они портятся непонятно. Вот ее я пересажу. Пересажу в свой грунт для суккулентов. Вот. Насчет остальных я подумала. И сейчас покажу вам еще одну новиночку. Ее я приобрела не в ботаническом саду. Ну, поскольку уже я показываю своих новичков, то я думаю, что как раз в тему выйдет. Не переключайтесь. Так. А это у нас сарацения. Сорт не знаю. Если кто-то знает, напишите, пожалуйста. Буду очень благодарна. Давно хотела приобрестись в какой-нибудь себе хищное растение. Вот. Заказала также через СП. Ну, тот, который первый я заказала. Заказала микс. И я вот тоже не знаю, придет он, не придет. Там я оставила в пожеланиях, что я хотела бы россянку. Вот. Ну, там как бы микс. Понятно, что там что попадется мне, то и попадется. Может быть, если будет россянка в этом миксе, мне, возможно, ее и положат. Вот. Сегодня, кстати, в ботаническом саду все смотрела на россянку. Там продавалась. Она такая прям, как я хочу. Там два вида было. В принципе, можно было и ту, и ту приобрести. По 450 рублей за штучку. Они такие крупненькие, хорошенькие были. Вот. Я немного сейчас жалею, что не взяла. Вот. Ну, думаю, что всегда можно туда вернуться и купить. Просто уже идет раздача заказов в этой закупке. Ну, пока мой заказ не собран. То есть, как бы его тоже непонятно, придет, не придет и что придет. То есть, как бы просто так покупать тоже. А вдруг там тоже мне попадется такая же россянка. Ну, в общем, ладно. Эту я заказала уже позже, из наличия. Это растение стоило 700 с чем-то рублей. Вот. Давайте сейчас подойдем поближе. Здесь у нас получается, что я хотела спросить. А, вот. Вот это уже новенькая ловушечка у меня выросла. Она уже даже охотится. Вот в эту ловушку я ей одну муху кинула самостоятельно. Вот. Но потом, вот если там на просвет посмотреть, то там будет видно, что там внутри уже две мухи довольно крупные. То есть, вторую я точно не кидала, поэтому, ну, значит, она сама туда залетела. Вот. Вот в этой ловушечке, по-моему, тоже есть кто-то. И вот здесь, по-моему. То есть, как бы, вот. А это новая. Новая, возможно, в ней тоже скоро что-то появится. Потому что мух у меня дома почему-то очень много. С балкона летят. Вот. Кстати, один из поводов, почему я решила приобрести хищника. Потому что одолели просто мухи. Я думаю, а что добро пропадать. Куплю хищное растение. Единственное, что меня смущает, что это растение должно уходить на зимовку. То есть, на прохладную. Вот. Я озвучила уже мужу, что я буду ее хранить в холодильнике. Ну, то есть, по его лицу было понятно, что он не в восторге от этой идеи. Вот. Ну, посмотрим. Если у меня все-таки на балконе будет прохладно, возможно, наверное, на балконе будет зимовать. Но я все-таки надеюсь, что у меня балкон будет утеплен. И что здесь будет, ну, как минимум, не знаю, не ниже 16 градусов. Я очень надеюсь на это. Так. Ну что ж, давайте вернемся к мухоловочке. Там у нее, опять же, вот новая ловушечка. То есть, как бы она растет прекрасно. Посажена она в мох. Была вот в таком стаканчике. Вот в мох. Я решила ее не пересаживать. Хотя я уже приготовила, купила кислый торф верховой. Купила перлит. Вот, кстати, с перлитом очень большая проблема оказалась. Заходила в магазин, который недалеко от дома, грубо говоря, расположен. Там просто пыль вместо перлита. Просто никакущий. Заказала из другого города, тоже через СП. Прислали из двух литров. У меня получилось, я не знаю, ну, может быть, пол-литра, если не меньше. То есть, там, да, какой пол-литра? Там миллилитров 200, по-моему, получилось. То есть, остальное смылось, вымылось. И то он не шибко крупный. То есть, как бы, неудачная покупка. Вот, а здесь я нигде, опять же, не могу купить нормальный перлит. Вот. Ну и хорошо. То есть, она, вот это растение растет и прекрасно себя чувствует во мхе. Вот. Ну вот, если новое, которое придет, оно, скорее всего, мне кажется, почему-то будет в грунте. Вот. И придется пересаживать. Ну, я думаю, что там хватит перлита, которые я уже успела приобрести. Вот. Что еще я хотела вам сказать. В принципе, наверное, и все. Все мои новички на сегодняшний день. Надеюсь, что скоро будет еще пополнение. То есть, должна прийти, по идее, еще одна, еще один хищник. Какой, не знаю. Очень надеюсь, что это будет Росяночка какая-нибудь. И должен прийти платицериум бифуркатум. Вот. Очень надеюсь, что они все-таки до меня дойдут. Ну, что ж. Встретимся в комментариях. Всем спасибо. Реально. Нет, не пока. Решила показать, где стоит у меня сыроцение. Поставила я ее на южное окно. И она здесь себя изумительно чувствует. Вот. Поливаю ее дистиллированной водой. В горшочке в этом не было отверстий. Поэтому я решила их не делать. И поливаю ее через верх. Чуть-чуть по краюшку вот так вот проливаю. Вот. Ну, в принципе, она пока живая и даже растет. Не кручу ее. То есть, ставлю одной стороной. Вот приблизительно так она у меня стоит. Солнца нет. Можно получше рассмотреть ее. Вот. И еще кое-что покажу сейчас. Что я утащила, так скажем, из ботанического сада. Утащила я вот такой калеус. Он в не очень хорошем состоянии. Потому что я нашла эти два черенка около растения. То есть, они были сломаны кем-то. Я не знаю. Ну, может быть, ребенок какой-то. Ну, потому что я не знаю. Если это сделал взрослый человек, то это просто из ряда вон. Вот. То есть, получается, отломали два черенка и бросили рядом. Я сначала прошла мимо. Ну, потому что нельзя из ботанического сада ничего выносить. Если бы меня поймали за тем, что я взяла, то меня могли и штрафануть. Вот. Второй. Не знаю. Оживут, не оживут. В принципе, я не поклонник калеусов. Или калеусов, как они правильно произносятся. Вот. Ну, просто его стало жалко. Я потом вернулась туда, забрала эти два несчастные черенка. Вот. Ну, думаю, то есть, если выживут, укоренятся, я их в следующем году куда-нибудь высажу на улицу. Потому что дома я не хочу растения это заводить. Как-то оно все-таки больше уличное, на мой взгляд. Вот. Ну, пока листики как тряпочки. То есть, не знаю, оживет, не оживет. Ну, вот стало мне жалко. И то я, как, я не знаю, как будто я вор какой-то. Я быстрее взяла их, быстренько спрятала в сумку. Чтобы на меня не подумали, что это я их сломала специально. Вот. Вот такие вот дела. Кстати, кто досмотрел до конца мои книги, спасибо вам огромное, что досматриваете. Вот. Теперь точно всем пока-пока. Встретимся в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok